И если мы говорим о законных учениях, есть разные понятия. Бог, да? Бог – законодатель. Бог даёт нам закон. И нет другого законодателя, и нет другого судьи, кроме него. Он даёт нам закон, и он судит нас по этим законам. Бог, Гошем, Эллахим и так далее. Это синонимы. Дальше – Тора. Тора. Мы говорили, с одной стороны, Тора – это закон учения. С другой стороны, Тора – это нечто более высшее, чем просто буквы, написанные на бумаге. И Тора для евреев имеет очень важное значение. И в Торе что, прежде всего, мы можем выделить? Завет. Отношение завета. И мы говорили, что завет – это не просто завещание, кто-то умер. Да? Завет – это союз. На иврите слово «завет» как будет «брит». Да? Вот, например, два государства имели название «брит». «Брит» – «гамму отцот» – это Советский Союз. Или, да, союз, опять-таки, завет переедено. «Брит» – «гамму отцот». Значит, то есть, как сказать, «союз советников», да? Можно так перевести. А другое – «гарцот» – «габрит». Страны завета. Потому что штат – это страна, да? Страны завета. Арцот говорит. Завет – это намного выше, чем просто какой-либо договор, который написан на бумаге, да? Договор, он может быть разрушен, а завет – он что? Вечно. Мы разберем более подробно эти отношения завета. Дальше. Кроме того, что здесь заветы, здесь есть конкретные законы для исполнения. Значит, Тора, можно сказать, что у него составные части – это завет, прежде всего, и законы, законы, которые мы исполняем. Они входят в условия этого завета. Правда? И даже если мы не верны, то замет разрушается, или Бог остается верным ему? Бог остается верным этому завету. Но законы Торы – они необходимы нам. И законы Торы, если мы их соблюдаем и идем по этим пути закона Торы, это и есть Глаха, да? Но кроме того, есть традиции, которые имеют некоторое отношение к законам Торы, но они не являются законами Торы. Правда? Еврейские традиции, в отличие от традиций, допустим, украинских, там на янках упало, там прыгать через костер, да? И так далее. Они имеют свое основание Торы, но это традиции. Это не является непосредственно Торой. Но мы должны их учитывать, потому что традиции – это опять-таки в вопросе культуры. А культура для нас очень нужна. Без культуры будет без культуры. И верующий без культуры будет некультурным верующим. Правда? И Ешуа. Ешуа занимает особое значение. Мы говорили, что сын, видишь, видите, из этой таблицы, это есть слово «довар», да? И сын – это живая Тора, которая пришла к нам с небес. Ешуа, когда толковал Тору, он не дал законы. Он не говорил так. Царство Божие. Записывайте. Первое, второе, третье, четвертое. Царство Божие подобно тому-то. Царство Божие подобно тому-то. Да? И Ешу сказал, что книжники или фарисеи, живущие в Царство Божие, подобно тому человеку, который имеет драгоценности, скопившие старые и новые, и может это все вынести и показать людям. Это мое толкование библейских стихов. То есть, это для нас очень важно. Отмечу, что Ешуа не дал конкретных законов. Он не говорил, что... Некоторые говорят, вот я, вы говорите там, что там на женщину, женщину нельзя прелюбодействовать. А я говорю, что даже смотреть на нее нельзя. Да? Даже смотреть на нее нельзя. Но это не новый закон. Это есть более этическое, углубленное понимание старого закона. Это пример толкования закона. Единственное место, где Ешуа сказал, я вам даю новый закон, да? Он сказал, любите друг друга, как я возлюбил вас. И то же самое Иоанн пишет. Что это заповедь новая, которая, хотя и не новая, она нам от начала, да? Это заповедь любви. Хорошо. Или вот, допустим, некоторые говорят, что нужно там руки, ноги отрубить, половые органы отрезать. Да? Кондратья Селивана. Да. Ну, некоторые так напрямую и делали. Если там глаз твой решит, выколи его, да? Если руку, то отруби. Я, кстати, когда изучал Тору, единственное место я нашел, где рубили евреи руки. Нашли это место? Это женщина, легкомысленная женщина, которая на еврейском языке называется еврейским словом легкомысленная, шалава, которая хватает мужика за половой член. И вот такой женщине надо рубить руку. Правда? Вот. Так что это тоже можно. Вот это интересно. Я раньше тоже этого не знал, пока не нашел это место. Действительно, это единственное место, где евреи рубили руки. В остальных случаях, там, руку за руку, там, глаз за глаз, око за око, это не имело в виду прямое отрубливание рук, а имело в виду компенсацию, чтобы вы это понимали. Ни разу такой закон не был применен, чтобы кому-то рубили руку. Ну, что там будет? Вместо одного будут двое безруких. Правда? Вот. А будет компенсация. Это то, что сейчас говорят страховка. Страховка, она тоже еврейское изобретение. Хорошо. Итак, Ешуа не давал новых законов, но он дал образец, как мы в Новом Завете можем понимать старый закон. Это запишите, это для нас очень важно. И мы говорим, что есть Дух Святой, и Дух Святой дает нам откровение, апокалипсис, да, дает нам откровение и дает нам возможность сосредоточения на Боге. Поэтому есть разные приоритеты. Ну, вот если мы посмотрим в Танахе, это я вам даю по Дену Шастеру, есть такой приоритет. Первое место занимает Бог, Элогим, потом его Тора, потом Тора понимается концепцией Завета, затем идет Галаха, буквально путь. Значит, приоритеты. Первое – Бог, второе – Тора, Третье – Завет, четвертое – Галаха или путь. Ну, у равенов Галаха становится буквально на первое место, и Тора занимает место Бога. Вы знаете, что равен и многие атеисты. Такая система толкования Торы без Бога, она развилась именно в равенистическое время. Помните, был один равен, который сказал, ну, если я прав, если Тора со мной, да, вам это мы рассказывали, то пусть вот это дерево пересадится с одного места на другое. Дерево пересадилось, но равены ему не поверили. Там пусть ручей посечет в другую сторону, равены ему не поверили. Он сказал, пусть сены и синагоги рухнут, но они не рухнули, наклонились, потому что другой равен сказал, чтобы они выпрямились. Они так и не выпрямились, остались в наклонах. В конце концов, с неба голос Рави и Гоша всегда прав. Они говорят, Тора не на небе, а на земле. Все. Что бы от этого Бог не говорил, с этого момента они заменили Тору своей мудрости. Итак, видите, у них Тора заняла место совершенно, место Бога. Бог оказался вообще ненужным. Тора, затем размышления о Торе, и традиция, и все это дает устную Тору. И Талмуд, устная Тора, она оказалась в конечном счете для них выше письменной Торы. И если вы придете к какому-нибудь равену, он скорее всего откроет Талмуд, или Шухан-Арух, помните, мы говорили об этой книге, и будет уже толковать ваш вопрос по этой книге. И часто он даже в Тору и не будет заглядывать. Тем более, не будет он искать откровения Божия. В то время, как сам Маше, вы помните, при спорных вопросах, он не бежал там в Тору смотреть свои записи, да, а лично вопрошал Бога. Поэтому очень важно, да? В Новом Завете Бог, Элагим, Отец, Дух, Святой, да? А затем Тора. Бог, Элагим, Отец, Ишуа, потом Дух Святой, а потом Тора. То есть, Тора открывается через Сына и Духа Святого. Правда? Вот. Есть другое понимание, которое бывает у некоторых. Отец, потом Тора, потом Равинистические традиции, а уже потом Ишуа, а потом Дух Святой. И это бывает иногда у некоторых мессианских евреев. Это очень плохо, да? Поэтому я говорю, что Равинистические традиции, они хороши, но они для нас имеют только консультативный такой характер. Мы можем посмотреть и можем почитать, что говорит об этом Талмуд, но это не является для нас законом. в христианстве идет другая. Еще, прежде всего, Иисус, потом Отец, потом Тора, а потом церковные традиции. Даже у пятидесятников часто, вы знаете, они очень мало говорят об Отце, вот, ну, немножко говорят о Духе Святом, когда этот вопрос считается к крещению Духа Святого, но Иисус. Есть даже такие пятидесятники, единственники, которые только признают Иисуса, они не признают Старый Завет, вот, это был такой Давид Уршан, проповедник, который приехал в начале двадцатого века, кто знает эту историю, да, сирийский, да, вот, то есть, опять-таки, уклон идет совершенно в другую сторону, да, но я, я, а Ешуа себя, Высший Отца никогда не ставил, правда? Отец, Ешуа, да, и Дух Святой, который дают нам Тору, так в Новом Завете, но некоторые ставят Ешуа, потом ставят Отца, потом Тору, а потом церковные традиции, вот, к примеру, у пятидесятников не пить вина, это что, церковная традиция, но они почему-то делают это обоснование какое-то теологическое, теологическое обоснование это абсолютно никакого нет, даже как нет теологического обоснования соблюдать воскресенье, я не против того, чтобы соблюдать воскресенье, пожалуйста, я верю, что суббота это день для евреев, это священный и отделенный день, и благословен Господь, и что Ешуа субботу не отменял, но если я почитаю воскресенье Ешуа и праздную воскресенье, это хорошо, это нормально, но опять-таки теологическое основание для переноса никакого нет, да, некоторые думают, что мы должны делать только то, что записано в Торе, а если не записано в Торе, но мы очень хотим это делать, то мы находим это обоснование, понимаете, так не должно быть, другие, ну, например, католики или православные, у них что первое идет, церковные традиции, потом Тора, новый Итанах, Новый Завет, потом Ешуа, а отец где-то там на последнем месте, у Харизмата, часто на первом месте Дух Святой, потом Ешуа, а Тора там где-то уже на последнем месте, правильно? Значит, нам нужно что делать? Правильно делать, надо правильно делать ударение, то есть, прежде всего, у нас есть Бог, у нас есть Бог, Бог-Отец, Бог-Отец дал нам Ешуа, Ешуа сам ничего не говорил из того, что не говорил Бог-Отец, это не значит, что Ешуа ниже Бога-Отеца, правда? Но он учил только тому, что Бог-Отец дает. И Ешуа послал нам Духа Святого, некоторые говорят, что Ешуа послал, некоторые говорят, что Отец послал Духа Святого, я думаю, что Дух Святой может и сам прийти, правда? Но мы познать его полноте без Отца и Сына не можем, потому что это Единый Господь. Хорошо, и они дают нам правильное толкование Торы, я так понимаю. Без традиции нам тоже не обойтись, но традиции для нас носят какой? Консультативный характер. Мы можем их учитывать, но они не являются для нас законом. Теперь поговорим о заповедях, о заветах. О заветах. Отметьте, что завета не было Ветхого и Нового завета, было несколько заветов Бога с человеком, правда? Некоторые говорят, что был Новый завет и Старый завет или Ветхий завет. В действительности заветов было несколько. Вот мы сейчас и посмотрим. Итак, мы говорим, что завет это что? Это союз, договор. И этот договор отличается от обычного договора, который заключает договаривающиеся стороны у нотариуса. Потому что одна из сторон этого договора вечно и неизменно. Поэтому любой из этих договоров носит вечный характер. Может быть, будут учителя говорить, что следующий завет отменяет предыдущий, но я вас буду учить так. «Ни один запишите, ни один из последующих заветов не отменял предыдущего, но дополнял совершенствуя отношения между Богом и человеком, поднимая их на новую ступень». «Ни один из последующих заветов не отменял предыдущего». Но что делал? Дополнял совершенствуя отношения между Богом и человеком и поднимая их на новую ступень. Ну, первый завет, как вы знаете, это завет с Адамом. Он основывался на письменной торе или на устной торе? Ну, была дана устная тора, да? Первая заповедь «Плодитесь, размножайтесь», это заповедь о супружестве и деторождении. И некоторые думают, что она была дана после изгнания из рая, но в действительности она была дана в первый день жизни человека. Да? Согласны? Хорошо. И Адам и Ева, я лично верю, что они выполняли супружеские обязанности с первого дня. А вот ребенок был зачат и родился уже после грехопадения. Я лично так верю, что Адам и Ева были мужем и женой с первого дня. Как Бог сказал им, плодитесь и размножайтесь. Никто не знает, сколько прошло времени до согрешения Адама. Это мое личное мнение, понимаете? Прошел ли это один день или это прошло тысячи лет, мы не знаем. Мы знаем, что с момента грехопадения тогда уже родился человек. И Адаму сколько было? 130 лет. Но я лично верю, что супружеские отношения они именно были какие? С первого дня. Но это я верю. Вы можете иметь другое мнение по этому отношению. Потому что супружеское это святость, кадашим. А для христианской традиции это что? Брак. Есть что? Брак, брак, разрывать. Вот они и разрывают. Хорошо. Вторая заповедь владычествуйте. Я говорил, что здесь имеется ввиду правильный перевод. Будьте хозяевами земли и всего живого, что на ней. А не разрушителями. И третье. Не ешьте святого дерева. Конкретно Бог показал с какого. Я думаю также, что в заповедь и завет с Адамом вошла также суббота. Об этом прямо не говорится. Но праздновал Адам субботу? Да. Потому что Бог благословил день и осветил. И если бы это не было важно для Адама и для его потомков, Библия бы об этом скорее всего не упоминалась. И когда этот завет был нарушен, были даны обетования Адаму. Восстановление через семя жены. И вы помните, была принесена первая жертва. И правила принесения первой жертвы тоже вошли в устную туру. Второй завет это завет с Ноем. Ной Ноах он представлял все человечество, которое существовало в то время. Правда? Итак, да, первая завета была кровь пролита. Была пролита кровь животных, которых сам Бог, я верю, принес в жертву. Когда мы говорим о завете с Ноем, говорится о семи заповедях. Некоторые там более прямо даны, некоторые даны косвенно, но еврейской традиции говорят о семи заповедях. Первая это звучит так не отрицать Бога или некоторые традиции переводе говорят не проклинать Бога. То есть запрещение идолу и запрещение язычества. Первое не отрицать Бога или не отрицать Бога. Второе не проклинать Бога. Проклинать что значит? Значит, проклинать – значит, понижать значение Бога или хулить Бога. Значит, первое – не отрицать Бога, запрет идолопоклонства. Второе – не проклинать Бога. Я там оговорился, я сейчас исправляю. Отметили, да? Это два разных пункта. Третье – не убивать. Не убивать. Имеется в виду не убивать вообще, а имеется в виду преступление убийства. Вы знаете, что в новом, что в десяти заповедях тоже там сказано, да, лонерцах, то есть не совершая именно преступление убийства. Дальше. Не вступать в запрещенные сексуальные отношения. Ну, какие сексуальные отношения запрещены? Об этом уже было более подробно дано в Моисеевом завете, правда? Вот, это между братом и сестрой, это матерью и сыном. Вы знаете, между отцом и дочкой, или отцом и невесткой, да? И такие вещи иногда творятся в обществах, даже в развитом культурном цивилизованном американском обществе. То есть не вступать в запрещенные сексуальные отношения. Кроме того, запрещенные сексуальные отношения – это скотоложество, да? Да, мужеложество и так далее. Четвертый пункт – не красть. Пятый, да. Пятый – не красть. Пятый – не красть. Шестой пункт – там немножко по-разному трактуется. Там есть, некоторые говорят, не есть части от живого животного, а другие говорят, что нельзя принимать пищу кровь и есть мясо от неубитого животного. Ну, как вот, допустим, отрезать ногу от козы, не убив ее и съесть. Или когда мы нарушаем эту заповедь. Вот если некоторые едят устриц. Устриц, да? Не есть живого, да? Вот. Или не есть части животного, или не есть крови. Потому что есть разные толкования. И последнее, значит, установить суды для наблюдения за выполнением основных заповедей. Это Вавилонский Талмуд, Сангедрин 56а. Это по Вавилонскому Талмуду, Сангедрин 56а. 7 заповедей Ноя. Да. Теперь смотрите, когда шел вопрос. Да. Шел вопрос в 15 главе Деяний. О том, да? О чем шел вопрос? О том, что нужно делать в церкви? Еще раз говорю. Помните, я еще раз говорю? Здесь не идет вопрос о том, что нужно и не нужно делать в церкви. Здесь только вопрос идет о тех язычниках, или, как говорим, неевреях, гаим, правильно сказать, которые присоединяются к евреям, да? К еврейской мессианской общине. То им не надо было делать следующее. Воздерживаться от идола жертвенного. Это какая заповедь? Соответствует первой заповеди. Ну, вопрос второй заповеди, проклинать Бога, не шел вопрос. Правда? Кто-то из язычников, из гаим, церкви, хотел проклинать Бога? Нет. Но в идола жертвенного, так или иначе, они участвовали, потому что они были составной частью этого общества. Затем им прекращалось от этого отказаться. И потом некоторые настолько боялись, что, не дай Бог, мы съедим какое-то мясо от идолу, да? У них тоже возникали такие проблемы. Итак, первое – водержится от идола жертвенного. Здесь не говорится, что если случайно на базаре что-то там съел, вот, а говорится о участии в идолу жертвенном. От крови. Кровь – это может быть пониматься так. Да, либо это нельзя есть кровь, либо кровь в смысле убийства. То есть, не убивать, да? Это будет соответствовать третьей или шестой заповеди. Удавленины – это шестая заповедь, не есть кровью, да? Блуда – это четвертая заповедь. Ну, и не делай другим того, чего вы себе не хотите. Это заповедь Гелеля, принцип Гелеля. Соблюдая это, скажу, что сделайте, будьте здоровы. То есть, мы видим, что этот собор, говорят, Первый Иерусалимский собор, он что, фактически подтвердил? Всем заповеди иное, да? И ничего нового он для них не сказал. Но это не значит… Дайте мне, пожалуйста. Пусть вы давними все время. Но это не значит, что евреи должны отказаться от всего еврейского, да? Вы понимаете это. Запрет убийства. Я взыщу вашу кровь, которая жизнь ваша, и взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человеческой. Ибо человек создан по образу Божьему. Итак, какая основная причина запрета убийства? Потому что человек создан по образу Божьему. И если мы убиваем человека, мы убиваем Бога, который в этом человеке, да? Любим Бога в человека, который он создал. И так только Бог может отнимать у человека жизнь. Хотя есть некоторые законы, которые говорят о смертной казни. Но это смертная казнь. Это не убийство, а есть выполнение законов Божьих. Есть несколько вещей, несколько видов убийства, которые не являются преступлением убийства. Ну, например, запрещено самоубийство, да? Но есть самоубийство и самопожертвование. Если ты жертвуешь, да? Ради своей жизни, помните, ради жизни других людей. Пример, опять же, из 17 мгновений весны. Там профессор Плейшнер принял яд и выбросился из окна. Является ли это самоубийством? Это было самопожертвование, потому что он знал, что он выдаст других людей. И это, безусловно, было самопожертвование. Или самопожертвование в результате хвалы, чтобы прославить имя Божье, да? Поэтому есть разрешение на отметку абсолютно всех заповедей. Абсолютно всех заповедей, если есть угроза жизни человека. Даже если есть такая угроза, мнимая угроза. Ну, например, в субботу нельзя копать землю, да? Но если случилось землетрясение, и мы видим развалины. И мы не знаем, лежит под ними человек или не лежит. Что мы должны думать? Мы должны думать, что под ними лежит человек. И должны копать. То есть, в данном случае, суббота отменяется. Но есть только три вещи, которые человек ни в коем случае и никогда не должен делать. Правильно? А это какая? Не хулить Бога. Вторая – не вступать вот в эти другие, всякие половые отношения, которые запрещены Богом. И третья заповедь – это не убивать. То есть, если тебе скажут, мы тебя убьем, если ты не убьешь этого человека, то ты не должен его убивать. Или скажут, мы убьем твоих близких, а потом будут тебя еще обвинять. Вот это из-за тебя мы их убили. Практика показывает, что они и так тебя убьют. В общем, у евреев было много способов в этом убедиться. Правда? Поэтому евреи говорят, что в таком случае ни в коем случае нельзя убивать. Но если речь идет о самозащите, а война является одной из ситуаций самозащиты. Ну, допустим, многие баптисты или пятидесятники не брали в руки оружие, чтобы не участвовать в отечественной войне. Да? Гитлер напал на Советский Союз. Правильно они поступали? Я считаю, что они поступали правильно. Вот если в афганской войне, да, потому что афганская война несправедлива. Вы знаете, есть преступления военные, да, вот есть военные преступники, и есть такое понятие, как преступный приказ. В армии Соединенных Штатов Америки этому посвящают специальные семинары, и офицеры там знают, что нельзя выполнять преступные приказы. У нас таких семинаров не проводят среди военных. Да. Поэтому может быть верующим военным человеком. Может. Вот. Помните, когда приходили солдаты и спрашивали Иоанна Крестителя, что нам делать? А он же не сказал им, бросайте оружие, все. А он сказал, не делайте никакого зла, не обижайте людей, да, не убивайте запрасно и довольствуйтесь тем, что есть. Чтобы вы понимали, второй случай убийства, да, итак, первый случай – это самоубийство, самопожертвование, или хвала Богу, воздание хвалы Бога через свое жертвование. Второе – это, значит, мы говорим о участии в войне. Но здесь говорится о войне Божьей или о войне справедливой, так? Потому что в любом другом случае война несправедливая. Я считаю, что любой человек, который участвовал в войне, он нуждается в покаянии. Даже если это война справедливая. Но есть такие войны, когда человек имеет долг и обязанность защищать Родину, но потом он все равно должен все равно покаяться, что убивал людей, вы понимаете. Это мое личное мнение. И третий случай убийства, которое не только разрешено, но предписано, это в том случае, если закон, да, говорит об убийстве. Видите, палачей в Израиле не было. Была такая должность в Израиле палач? Ну, Эйхман, по крайней мере, не был данный момент. Вы знаете, что Эйхман был еврей и по отцу, и по матери. И когда его поймали, по-моему, в Аргентине, израильские спецназовцы, он, когда понял, что безвыходное положение, он начал читать молитву Шмай-Исраэль. Ту самую молитву, которую читают все евреи перед смертью. А израильские спецназовцы начали его бить. Они думали, что он над ними издевается. А он читал это, потому что он сам был евреем. Ну, что ж, вот такие евреи тоже бывают. Хорошо. И мы говорили, значит, третий случай, когда нужно убивать, это тот случай, когда мы совершаем смертную касть. При этом, помните, те, кто свидетельствует, должны первыми бросить камень. Почему? Потому что они несут наибольшую ответственность. И если они лжесвидетели, то они будут повинны и в лжесвидетельстве, и в убийстве. Хорошо. Что? Была пролита кровь при этом завете. Ной сделал жертвенник и пролил животных, да? Кровь животных. Да. И, кроме того, значит, есть свидетельство завета. Мы говорим, знамение, да? Знамение этого завета – радуга. Радуга. Ну, что, были люди верны этому завету? Ну, кто-нибудь из нас ел кровяную колбасу? Скажите, кто не ел. Да? Значит, вы уже нарушили этот завет. Хорошо. Бог. Бог верен этому завету? На каком основании мы можем видеть, что Бог верен этому завету? Радуга хоть редко добывает, да? Да? Вот как кто-то кровяной колбасу не ест, сразу на небе появляется радуга. Но это редко бывает. Хорошо. Значит, видим, что этот завет был отменен Богом? Не был. Он уточнил, улучшил, поставил на более высшую ступень по сравнению с заветом Адама? Да. Потому что заветы – плодительство, размножайтесь и будьте хозяевами. На земле тоже никто не отменял. Следующий завет – Авраам. Бог дал Аврааму определенное обетование. Помните, и Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте, что верующие – суть сыны Авраама. И Писание, предвидя, что Бог веры оправдает язычников, предвосвестил Аврааму, в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются верным Аврааму. Галатам, 3 глава, 6-9 стих. А это уже во время Нового Завета записано. Да? Верующие благословляются с верным Авраамом. Не сказано, что верующие благословлялись с Авраамом, а теперь благословляются только с Ешуа. Нет отмены завета Авраама. Видите, Бог дал несколько обещаний. Во-первых, Он обещал, я сказал, что ты будешь благословением для других народов. Или в другом переводе ты будешь благословлять. Или благословляй. И в тебе благословятся племена земные. И Бог сказал, что земля, которую я тебе даю, да, будет навечно тебе и потомкам твоим. Вот, хорошо. И это завет вечный, что я буду Богом твоим и потомкам твоим после тебя. Где-то есть в Библии место о том, что Бог отменил завет Авраама. Нигде такого места нет. И Павел говорит, что завет Авраама продолжает действовать. Галатам 3 глава 8-9 стих. Вы уже говорили об этом, да? Что верующие благословляются с верным Авраамом. То есть, завет Авраама – это вечный завет. И еще Бог говорит Исааку. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему все земли зии, и благослови всеми твоим, все народы земные. За то, что Авраам послушал согласа моего, и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои. Бытие, 26 глава, 4-5 стих. Итак, смотрите, повеления Божьи были, уставы Божьи были, законы были, а Тора писаная была? Нет. Оказывается, Авраам соблюдал устную Тору. То есть, Тора уже была. И Тора, которая лежала в основе этого завета, да? Завет и Тора неразделимы. Завет и Тора неразделимы. Хорошо. И в Галатам, глава 24-31 стих. Говорится, есть и рассказание. Два завета. Один от горы Синайское, рождающее рабство, который есть агарь, ибо агарь означает гору Синай в Аравии. Чтобы вы запомнили, гора Синай по Библии находится не на Синайском полуострове, а в Аравии. И я бы показывал в прошлом году, да? Что археологические раскопки эти подтверждают. И соответствуют нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что оставлено гораздо больше детей, нежели умеющего мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда, рожденный по плоти, и знал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Павел сравнивает состояние Израиля и его времени, и оно было похоже на состояние Агарии и Сары. Израиль был в римской оккупации, и те, кто преследовал верующих, как Измаил, который преследовал Исаака, потому что они проявляют себя не как дети, да, в Сары, но как дети Агария. Но Вы знаете, что оба, и Измаил, и Исаак были обрезаны? И это вовсе не говорит об отмене Завета Авраама. Это говорит о том, что Бог дает еще новый, еще чудесный Завет, по сравнению с которым Старый Завет, но он вроде как и не Завет. Но это не означает, что отменил Новый Завет, Прежний Завет. Завет Моисея был дан через 400 лет после Завета Авраама. И он не противоречит Завету Авраама, а был в согласии с ним. И также Новый Завет не может быть противоречи с Заветом Авраама или Заветом Моисея. И Вы знаете, Завет Авраама вечный и не прекращающийся. И мусульмане тоже потомки Авраама и находятся в этом Завете. Видите, Авраам, я буду писать, он стал для отцов обрезанных и необрезанных. И когда Бог заключил с ним Завет, до того или после того, как Авраам обрезался? Вот до того, как Авраам обрезался. Авраам. До обрезания и после обрезания, да? Смотрите, до обрезания было дано обетование, что Авраам станет отцом кого? Многих народов. Гоим. Поэтому те Гоим, которые становятся детьми Авраама, сказано, что все верующие, суть дети Авраама. Разумеется, что все верующие в Ишема Мессии. Поэтому Вы запомните, что когда Вы становитесь верующими, Вы уходите не только в Новый Завет, но Вы входите и в Завет Авраама. И Завет Авраама был до обрезания и после обрезания. А после обрезания кто были? Измаил, да? Измаил. И кто был? Исаак. И все потомки евреев, они есть потомки Авраама. После обрезания. А арабы потеряли возможность быть в этом Завете? То, что сказал им Магомед, это личное дело Магомеда. Я сейчас не буду об этом говорить. Я не буду говорить о Завете Магомеда. Но все арабы, это арабы, а это евреи. Это одна семья, и они потомки, и входят в Завет Авраама. Правда, Исаак имел большее первенство. Но и Измаила Бог любил. Иначе бы Бог не сохранил. Измаила, когда там, помните, колодец был, и они думали уже, что совсем погибнут, да, и тут Бог. Бер Рои, да, Бер Адонай. То есть, Измаила Бог тоже любил. И он тоже, но сделал, конечно, менее почтенным, чем евреи. Но арабы, поэтому никогда не обижайте арабов, они тоже потомки Авраама. Теперь, есть, которые присоединяются к Завету Авраама. Гаим, которые присоединяются к Завету Авраама, они обрезаются? Они не обрезаются, потому что Бог обещал Аврааму, да, в необрезании. Поэтому они не должны обрезаться. Но если кто-то присоединяется к евреям, и хочет стать еврейской общиной, он обрезается. Были многие, которые присоединились к евреям, правда? Эфиопы, они не по крови евреи, но фалаши. Или те же самые караимы, были еще в Средней Азии, государства, которые присоединялись к еврейскому завету. Да? Хорошо. А мусульмане, допустим, если таджики, или узбеки, или киргизы, да, они обрезаются? Вы знаете, что Магомед проповедовал Бога, Авраама, Сака и Якова. Я сейчас не буду говорить, как он проповедовал. Я не буду говорить. Ну, вообще-то, меня сучили никогда не говорить плохо о Магомеде. Потому что я предназначен для проповеди евреев и для мусульман. Это мое предназначение. Понимаете? Вот. Не говорите о Магомеде плохо. Но я лично о нем не всегда хорошо. Думаю. Понимаете? То, что я о нем думаю, и они все о нем говорю. Но все равно те же самые таджики, узбеки, киргизы и так далее, которые обрезаются, они входят в что? Завет. Причем интересно, евреи обрезаются какой день? Отсюда поговорка семь раз отмерь, один раз отрежь. Да. А Измаил был обрезан в 13 лет. Поэтому мусульмане есть, которые в 7 лет обрезаются, есть, которые обрезаются в 13 лет. Так что, это все люди, находящиеся в завете Авраама. Ну, не все они правильно находятся в этом завете, но это их личное дело. Теперь, еще у нас есть 15 минут, да? Кто сказал, что 5? 13-20. Завет Моисея. Завет Моисея. Заметьте, он включает две части. Первая часть и основная это 10 заповедей, как говорят, деколог, да? Вот, или осоредворим. 10 течений, 10 заповедей. И их расширенное трактование 613 заповедей. Итак, Завет Моисея включает две части. Деколог, 10 заповедей, и их расширенное трактование 613 заповедей. Кстати, интересно, что если Завет Моисея перестал действовать с Новым Заветом, почему же христиане не считают законничеством заповеди «не убей, не укради», а? Если это законничество, а мы живем под благодатью, значит, можно и убивать, и грабить, да? Они почему-то добровольно, мы потом объясним почему, берут на себя вот эти все 10 заповедей. И расширенное трактование это 613 заповедей. Некоторые из них касаются евреев и неевреев, а некоторые из них касаются только евреев. Согласны? Согласны. Хорошо. Итак, мы не должны принимать аровинистическую галаху Талмуда, но мы должны принимать те заповеди, которые написаны в Торе. И Ешуа где-то сказал, что я отменяю заповеди. Нет, он не отменил, опять-таки Завет Ешуа поставил те же заповеди на более высокий уровень, и дал большие возможности для того, чтобы быть нам праведными. И вы помните Моисей, он тоже совершил жертвоприношение и обрызгал ковчег, обрызгал Тору, книгу, кровью, и все евреи стояли, я не знаю, как это там было, может быть, разносили помощники эту кровь, но почему-то оказались все три миллиона евреев, обрызганы этой кровью. Может быть, это чудо Божье было, я не знаю, как, но Тор об этом говорит, правда? То есть, был заключен завет, была пролита кровь жертвы, была пролита кровь жертвы, хорошо, значит, символом Авраамова завета, что является? Обрызание, да? Поэтому, если мы говорим об обрызании, то не говорится о Моисееве завете, а вот символом Моисеево завета явилась Тора, да? И Тора не отменена, потому что Бог дал десять заповедей, а вся последующая, Тора, там книга, Исход, Левит, Тора законит, ну, чисел, там есть еще такие моменты, которые рассказывают просто в историческом плане, но там тоже есть законы, и все эти законы, они остаются реальны, живыми и действуют, потому что сказано, да? Учение Моисея живо и действенно, потому что оно верно. И некоторые противостояют завет Моисея завету благодати. Ну, скажите, был завет Моисея законом, заветом благодати? Был. Это был чудесным заветом благодати для еврейского народа. Завет Авраама был заветом благодати по сравнению с заветом Ноя. Правда? Завет Ноя был заветом благодати по сравнению с заветом Адама. То есть, каждый новый завет это завет еще большей благодати. И новый завет, он не отменяет старого завета. Правда? Вот. И еще одно знамение завета, которое дал Бог, это суббота. Ибо сказано, исход 31 глава. Итак, знамение завета Моисея, это первое, что? Тора, письменная Тора, которую дал Бог. И второе, это суббота. Исход 31 глава, 16-17 стих. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботы в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевы вовеки. Потому что шесть дней сотворил Господь небо и землю, а десять мой почил и покоился». Суббота, она входила еще в завет Адама. И я верю, что евреи продолжали вот эту традицию, я уже говорил, через Ноя и через других людей. Но именно суббота поставлена как завет между Израилем и между Богом. И почему-то, вводя в новый завет, многие отменяют субботу. Вот видите, десять заповедей, из них девять заповедей выполняют, а субботу нет. Я не говорю сейчас, что нужно вам прийти в христианские церкви и требовать праздновать субботу. Я верю, что это произойдет, когда Бог откроет. Но я верю, что антисемитизм в церкви будет до тех пор, пока церкви не празднуют субботу. Понимаете? Ноги скажут, ну нет у нас антисемитизма, мы любим еврейский народ. А если вы любите все еврейский народ, значит, вы должны любить субботу, потому что это знак завета Бога с еврейским народом. Если вы говорите, что я не против того, чтобы христиане праздновать воскресенье, еще раз вам говорю, пожалуйста, празднуйте это. Это не библейское основание, но это хорошее основание для того, чтобы праздновать, вспоминать о воскресенье мессии. Но до тех пор, пока в церкви говорят, есть такие проповеди, когда люди, проповедники говорят, я сам такие проповеди слышал в своей церкви, что мы вот субботу, да, вот считаешь, про субботу, ну мы говорим субботу, подразумеваем воскресенье. До тех пор, пока будет проходить такое в церквях, это будет антисемитизм. Да, я вечно в это верю. Хорошо. Благословен наш Господь, дароваши нам милость свою.